Альфред Грибер. Практический иврит. Шаг за шагом. Урок номер 10. Семейное положение человека. Урок ведет Альфред Грибер. На данном уроке мы рассмотрим семейное положение человека. Гу-Равак. Он холостой, холостяк. Гу-Равак. Повторите. Слово Равак – это существительное и прилагательное мужского рода единственного числа. Буква ВАВ обозначена в этом слове двумя вертикальными линиями, чтобы в негласованном тексте произнести эту букву как звук В, а не как звуки О или У. Равак. Гу-Равак. Гу-Иш-Равак. Он холостой мужчина. Гу-Иш-Равак. В этом предложении слово Равак является прилагательным и определением к слову Иш. В иврите определение, в данном примере прилагательное, в отличие от русского языка, всегда стоит после определяемого слова, в данном примере существительного. Гу-Иш-Равак. Ги-Равака. Она незамужняя, холостячка. Ги-Равака. Слово Равака. Это существительное и прилагательное женского рода единственного числа. Равака. Ги-Равака. Ги-Иша-Равака. Она незамужняя женщина. Ги-Иша-Равака. Гу-ПА-НУЙ. Он свободный, не состоящий в браке. Гу-ПА-НУЙ. Слово ПА-НУЙ. Пустой. Незанятый кем-либо или чем-либо. Свободный. Несостоящий в браке. Это прилагательное мужского рода единственного числа. ПА-НУЙ. Гу-ПА-НУЙ. Гу-Иш-ПА-НУЙ. Он несостоящий в браке мужчина. Гу-Иш-ПА-НУЙ. Ги-П-НУЙЯ. Она свободная, несостоящая в браке. Ги-П-НУЙЯ. Ги-Иш-П-НУЙЯ. Гу-НО-СУЙ. Он женатый на ком-то. Женатик. Гу-НО-СУЙ. Слово НО-СУЙ. Это существительное и прилагательное мужского рода единственного числа. НО-СУЙ. Гу-НО-СУЙ. Гу-Иш-НО-СУЙ. Он женатый мужчина. Женатик. Гу-Иш-НО-СУЙ. Ги-НО-СУ-А. Она замужняя. Замужем за кем-то. Ги-НО-СУ-А. Слово НО-СУ-А. Это существительное и прилагательное женского рода единственного числа. А гласовка ШВА, которая находится в слове под первой буквой НУН, всегда произносится как звук Э, на который никогда не падает ударение. НО-СУ-А. Ги-НО-СУ-А. Ги-Иш-НО-СУ-А. Она замужняя женщина. Ги-Иш-НО-СУ-А. Гу-ГАРУШ. Он разведенный. В смысле о супругах. В разводе. Гу-ГАРУШ. Слово ГАРУШ. Разведенный. Выгнанный. Изгнанный. Это прилагательное мужского рода единственного числа. ГАРУШ. Гу-ГАРУШ. Гу-Иш-ГАРУШ. Он разведенный мужчина. Гу-Иш-ГАРУШ. Ги-ГРУШ. Она разведенная. В смысле о супругах. В разводе. Ги-ГРУШ. Слово ГУША. Разведенная. Выгнанная. Изгнанная. Это прилагательное женского рода единственного числа. ГУША. Ги-ГРУША. Ги-Иш-ГРУША. Она разведенная женщина. Ги-Иш-ГРУША. ГУ-АЛ-МАН. Он вдовец. ГУ-АЛ-МАН. Слово АЛ-МАН. Это существительное мужского рода единственного числа. АЛ-МАН. ГУ-АЛ-МАН. Ги-АЛ-МАНА. Она вдова. Ги-АЛ-МАНА. Слово АЛ-МАНА. Это существительное женского рода единственного числа. АЛ-МАНА. Ги-АЛ-МАНА. И в добавление к семейному положению человека, хочу привести слова, которые выражают отношения между мужчиной и женщиной вне брака. ГУ-МЕО-ГАВ. Он влюбленный. ГУ-МЕО-ГАВ. Слово МЕО-ГАВ. Это прилагательное мужского рода единственного числа. МЕО-ГАВ. ГУ-МЕО-ГАВ. ГУ-ИШ-МЕО-ГАВ. Он влюбленный мужчина. ГУ-ИШ-МЕО-ГАВ. ГИ-МЕО-ГЭВЕТ. Она влюбленная. ГИ-МЕО-ГЭВЕТ. Слово МЕО-ГЭВЕТ. Это прилагательное женского рода единственного числа. МЕО-ГЭВЕТ. ГИ-МЕО-ГЭВЕТ. ГИ-ИШ-МЕО-ГЭВЕТ. Она влюбленная женщина. ГИ-ИШ-МЕО-ГЭВЕТ. ГУ-МЕО-ГЭВ. Он любовник. ГУ-МЕО-ГЭВ. Слово МЕ-А-ГЭВ. Это существительное мужского рода единственного числа. МЕ-А-ГЭВ. ГУ-МЕО-ГЭВ. ГИ-МЕО-ГЭВЕТ. 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 Слово МЕ-А-ГЭВЕТ. Это существительное женского рода единственного числа. МЕ-А-ГЭВЕТ. ГИ-МЕО-ГЭВЕТ. 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 Гу-иш-равак. Гу-на-су-и. Гу-иш-на-су-и. Ги-несу-а. Ги-иша-несу-а. Гу-гаруш. Гу-иш-гаруш. Ги-груша. Ги-иша-груша. Гу-алман. Ги-алмана. Гу-а-гав. Гу-иш-мэ-о-гав. Ги-мэ-о-гевет. Ги-иша-мэ-о-гевет. Гу-мэ-а-гав. Ги-мэ-а-гэвет. Ухатан. Ги-кала. Итак, на данном уроке вы узнали, что буква ВАВ обозначается двумя вертикальными линиями, чтобы в неогласованном тексте не перепутать звук В со звуками О или У. Что в еврите определение всегда стоит после определяемого слова. Что огласовка ШВА, которая находится в слове под первой буквой НУН, всегда произносится как звук Э.